добро пожаловать на лекции про обход антивируса мы хотим обойти антивирус встроенный в десятку называется defender и все что я вам буду объяснять это правильно для всех видов антивирусов для всех фирм нам надо понять что антивирус defender стал очень умный стал очень прогрессивный и он работает в realtime то есть проверяет все что мы запускаем в живом режиме и отсылает еще в облако непонятные файлы то есть если он в чем-то сомневается он их отсылает их сэмплы в облако и их там анализируют я сейчас не хочу начинать воевать с облаком я хочу победить на первом этапе realtime protection то есть тот антивирус который работает у меня в компьютере без всякого облака я его отсоединяю от интернета microsoft вот эту вот штуку добавили с облаком и ее можно обойти только об этом мы будем говорить потом они также отсылают сэмплы себе в microsoft и еще у них есть защита довольно новая которую я тоже сейчас хочу отменить и закрыть потому что хочу сосредоточиться на обычной работе антивируса потом мы будем поднимать уровень сложности поэтапно в эксклюженс я ничего не ставлю то есть я ему говорю сканировать все файлы на моем жестком диске чтобы вы не думали что что-то происходит за кулисами вот этот вот realtime protection что он делает он сканирует файлы и сканирует все программы которые запускаются и он это делает с помощью двух уровней в два этапа этап первый это подписи signatures то есть он ищет вирусы по конкретному известному тексту то есть он ищет известные вирусы известный код всех плохих программ я говорю слово вирусы имею ввиду любую плохую программу он ищет ее подписи и код и это обычно называется яра правило яра яра rules это какие команды идентифицируют код этого вируса или этого злоумышленника malware и он пытается найти вот этот вот стринг этот текст который считается злоумышленным который считается плохим это первый уровень то есть просто просканировать файл и попытаться найти текст который идентифицирует этот код как плохой обычно это какие-то команды которые уникальные для этого конкретного вируса опять когда говорю слово вирус я имею ввиду не только вируса имею ввиду malware и все остальные плохие программы которые мы будем делать и обходить с помощью них этот антивирус и нам надо будут и нам надо будет обойти вот эти вот подписи эти правила яра которыми пользуются почти все производители антивирусов но это только первый этап предположим мы смогли что-то поменять файле и он не засек нашу подпись второй этап который уже намного сложнее это поведение поведение он запускает наш код не в настоящем компьютере а в сэндбокс песочницы песочница это изолированная виртуальная машина то есть такая маленькая виртуальная машинка изолированная и смотрит что наш код пытается сделать предположим он пытается связаться с каким-то сервером или пытается запустить файл или прописать что-то в регистр или сделать себя в автозапуске то есть он смотрит на поведение кода и если он подозрительно себя ведет то он определяет его как вирус как злоумышленный вот это вот поведение можно его обойти как обойти например я проверю сколько арт диска сколько жесткого диска есть если маленький жесткий диск то я понимаю что я внутри виртуалки потому что в реальной жизни жесткие диски большие и тогда я выйду из программы не запуская свой код и этот антивирус подумать что это нормально обычная программа не знаю что она делает ничего плохого не сделала то есть нам надо будет добавить код который определяет что мы находимся в песочнице если мы находимся в песочнице мы выходим ничего не запуская и вот это вот игра в кошки-мышки с антивирусами то что они пытаются определить нашел наше поведение мы пытаемся понять мы внутри сэндбокса или в реальном физическом компьютере если мы внутри физического компьютера то мы запускаем наш код а если мы не внутри физического компьютера мы его не запускаем код поэтому нам надо обойти два уровня защиты первое это подпись это чтобы наша подпись была уникальна немножко поменять чтобы антивирус нас не засек а потом еще добавить код, который обходит поиск поведения, то есть обойти виртуалку. После того, когда мы все это сделаем, мы возьмем наш код и будем проверять его на всех антивирусах, но вместо того, чтобы сделать десятки виртуальных машин и на каждую нашу виртуалку поставить другой антивирус и с помощью него сканировать наш код, есть такие веб-сайты как VirusTotal, в которых я могу загрузить свой экзешник или свой excel или свой любой файл и он проверит, это файл опасный или нет, то есть этот вирус Total умеет сканировать на всех известных антивирусах махом автоматически бесплатно мой файл, но проблема в том, что он выдает наш файл всем фирмам антивируса, то есть мы его сканируем, а он втихаря, точнее не втихаря, они это формально делают, отдают наш файл на проверку всех известных антивирусов, поэтому мы будем пользоваться antiscan.me. Antiscan.me он тоже сканирует на всех известных антивирусах наш файл, но он не выдает наш экзешник или наш код никому не передает, хотя бы так они это декларируют. VirusTotal он более удобный для простых клиентов, которые пытаются проверить свой файл и наоборот они хотят, чтобы его другие фирмы тоже проверили, поэтому для пользователей обычных VirusTotal он потрясающий, он проверяет на всех. Возвращаются JC поющим